Отели Восточного Туркестана переоборудовали в карантинные госпитали, в которых несут службу только уйгуры. Китайские власти с самого начала пытаются скрыть точную информацию относительно эпидемии коронавируса нового типа, который стремительно распространяется по всему миру. В средствах массовой информации появились подтверждения ложности заявлений китайского правительства о том, что эпидемия достигла своей конечной точки. В карантинные госпитали города Кульжа набирают врачей и медработников исключительно из уйгуров. Один из жителей Восточного Туркестана сообщил, что врачи и медицинские работники кульжинских больниц, направленные на обязательное дежурство в карантинную зону, не возвращаются в свои дома. Стало известно, что 2 апреля в столицу Восточного Туркестана прибыл поезд с 1200 китайских учителей, большинство из которых являлись жителями провинции Хунань. На видео, опубликованном в китайских социальных сетях, запечатлены китайцы, которым выдают бесплатные билеты на поезд и красные шапки с эмблемой Коммунистической партии. Правительство Китая обещает обеспечить всех переселенцев бесплатным жильем, землей и работой. С одной стороны, Коммунистическая партия продолжает высылать народ Восточного Туркестана во внутренние провинции для трудовой эксплуатации, а с другой, безостановочно переселяет китайцев на их земли. Целью китайских властей является изменение демографической структуры и ассимиляция коренного населения Восточного Туркестана. Китайский город Шинчинь стал первым городом, где был введен запрет на потребление и продажу мяса кошек и собак. Однако признание владельца ресторана, продающего собачатину, шокировали международное сообщество. Владелец ресторана сообщил, что покупал щенков на черном рынке и готовил еду для своих клиентов. Мужчина сообщил, что на рынке животных продается много видов собак. По словам владельца ресторана, многие люди в Гуанси и Лейчжоу едят и разводят собак, как и свиней. Ежегодно в провинции Гуанси проводится фестиваль собачьего мяса Юйлинь, который называют варварским. Стало известно об исчезновении китайского оппозиционера Рена Зиканга. Друзья и близкие 69-летнего Зиканга обеспокоены тем, что государство может иметь отношение к его пропаже. И задолго до пропажи бывший член коммунистической партии написал статью, в которой раскритиковал китайское правительство в связи с эпидемией коронавируса. В статье, получившей широкое распространение в интернете и социальных сетях, не упоминалось имя главы Китая. Однако Зиканг написал, что, как и во время культурной революции, руководство Китая, которое держит страну в неведении и отсталости, должно быть немедленно снято с должности. Губернатор Нью-Йорка, которого больше всего коснулась эпидемия COVID-19, провел пресс-конференцию в связи с текущей ситуацией в штате. Отметив, что вирус ударил как по стране в целом, так и по штату в частности, губернатор заявил, что ранее им не приходилось сталкиваться с подобными испытаниями. За последние сутки в Нью-Йорке погибло 630 человек. Таким образом, общее количество жертв вируса в штате составило 3565 человек. Куома сообщил, что число инфицированных выросло на 10 тысяч и достигло 113000. Губернатор говорит, что вместе с тем, что никто не может назвать точную цифру, эпидемия еще не достигла своего пика. За последние 24 часа в США погибло 1105 человек. Общее количество жертв составило 7163.